Библейский портал экзегет.ру представляет Седьмая глава книги «Тавит» Для библейского портала «Экзегет» читаю синодальный перевод Старый традиционный перевод, новых хороших пока не видел И здесь у нас с вами намечается свадьба Но свадьба такая довольно необычная Значит, у нас шестая глава завершилась тем, что Юноша Тови, сын Тавита, главного героя Подходит к дому некой Варагуила Где девушка Сара, ее семеро пытались взять в жены Но некий демон нападал на всех этих жеников И умрешлял их прямо в первую несостоявшуюся брачную ночь И ангел Рафаил, который как человек идет вместе с этим сам юношей Рассказывает, собственно говоря, юноше Как можно победить этого демона для того, чтобы взять девушку в жены Ну, совершенно сказочный сюжет, правда? А мы в нем находим, тем не менее, какие-то очень интересные идеи Вот, может быть, это еще и о том, что есть священное писание Мы видим очень такой глубокий реализм, скажем, в исторических книгах Ветхого Завета Есть предания, в которых довольно много каких-то фольклорных элементов А ведь книга Тавита, как книга каноническая, она на границе писания и предания И фольклорные элементы довольно легко распознаются Но это не значит, что все это вымысел, что ничего этого никогда не бывает Это просто может быть некоторое такое иносказание И подошли к дому Рагуила Сара встретила и приветствовала их Они ее и ввела их в дом Вот та самая девушка И сказал Рагуил Едни, жене своей Как похож этот юноша на Тавита, сына брата моего И спросил их Рагуила Откуда вы, братья? Они отвечали ему Мы из сынов не вфалим и плененных в Ниневию Еще спросил их Знаете ли брата нашего Тавита? Они отвечали Знаем Потом спросил Здравствует ли он? Они отвечали Жив и здоров А Тавия сказал Это мой отец И бросился к нему Рагуил и целовал его И плакал И благословил его И сказал Ты сын честного и доброго человека Но услышав, что Тавид потерял зрение Опечалился и плакал Плакали едно жена его и сара, дочь его И приняли их весьма радушно И закололи овны И предложили обильное снеде Ну, приняли гостей Да, вот тоже Чего об этом так подробно писать Как они там приветствуют друг друга Как они там кушать садятся А ведь это тоже часть Вот этой жизни Мы говорили о том Что после разрушения храма Их духовная, религиозная жизнь Она внутри дома Да, вот вокруг языческое море А в домах сохраняется Некая верность Богу И, собственно, домашнее застолье Как во многом в иудаизме до сих пор Это и есть некая форма Богослужения Такого небольшого И это все прежде, чем Начинается, собственно, сватовство Тови же сказал Рафаилу Брат Азария Переговоря о чем-то говорил на пути Пусть устроится это дело И он передал ту речь Рагуилу А Рагуил сказал Тови ешь, пей, веселись Ибо тебе надлежит взять мою дочь Ничего себе Вот прям сразу все устроили Впервые друг друга увидели Парень и девушка И отец девушки Да и мать, видимо, тоже Говорит, ну все, отлично Свадьбу играем прямо сейчас Бывает ли так? В традиционных обществах, конечно, бывает Но здесь, опять-таки, невероятно важно Что вот эти люди ощущают себя Таким последним оплотом Бастионом среди языческого моря Вот это бастион Единобожий И для того, чтобы оно сохранилось Передавалось дальше Нужно, чтобы юноши и девушки Вступали в брак И, собственно, вот Есть юноша из родственного дома Из семьи верующих И девушка такая же точно О чем еще дальше думать? Вот прекрасно все сработает Это, правда, условие, когда кругом Сплошное язычество Ну и, тем не менее, Рагуил не таит Все истории Впрочем, скажу тебе правду Я отдавал свою дочь семи мужам И когда они входили к ней В эту же ночь умирали Но ты на нибудь весел Сказал Тови Я ничего не буду здесь есть До тех пор, пока не сговоритесь И не условитесь со мной Рагуил сказал Возьми ее Теперь же поправу Ты брат ее Она твоя Милосердный Бог Да устроит вас наилучшим образом И призвал Сару дочь свою И, взяв руку ее Отдал ее Тови и в жены И сказал Вот, по закону Моисеева Возьми ее И веди к отцу твоему И благословил их И призвал едну жену свою Взяв свиток Написал договор И запечатал И начали есть То есть они даже Еще не поужинали Как уже совершили Этот самый брак Мы видим, что Совершает брак Собственно, отец невесты Да, он как Глава своего рода В праве Отдать свою дочь Мужчине И вот, собственно Вот угощение Которое гостям Приготовили Оказалось брачным пиром И призвал руку Едну жену свою И сказал И приготовь, сестра Другую спальню И веди ее То есть для первой ночи И сделала, как он сказал И ввела ее туда И заплакала И приняла взаимно Слезы дочери И сказала ей Успокойся, дочь Господь неба и земли Даст тебе радость Вместо печали твоей Успокойся, дочь моя Еще никто ничего не знает Как это все произойдет Что будет Но, вот, собственно Доверие Богу И благословение родителей То, что сработало для Тови И, вероятно Сработает и для Сары Потому что есть ангел Который знает Как это все устроит Но никто еще не знает О том, что он ангел В восьмом Восьмой главе Мы, собственно Прочитаем историю О том, как удалось Победить демона КОНЕЦ